Вчера я видела одного блогера, ой, как называется его канал, я не помню, я напишу, наверное, вот здесь, может быть, даже напишу. Он так иногда громко называет свои видео, прям сенсационно заявляет так, а начинаешь смотреть, и вообще не соответствует, вот заголовок не соответствует содержанию. Я думаю, зачем это блогеры так делают? Привлечь большее количество просмотров, что ли? И он там, значит, такое вот видео у него было, такая в Америке огромная инфляция, просто убийственная инфляция, караул типа того, что ребята. Начала смотреть, думаю, вроде я этой инфляции-то и не наблюдаю. У нас как мейнтенанс был 800 долларов 10 лет назад, уже 11 лет назад мы переехали в эту квартиру, так он и остался 800 долларов. Ну да, за свет там, конечно, вроде побольше мы стали платить, но примерно в тех же пределах. В магазинах можно найти продукты и дешевле, и не дешевле, смотря в какой магазин ты идёшь. Всё очень здесь индивидуально. Всё вроде на этом же уровне. Начала смотреть видео. И что? И он там в итоге в Костко, в магазине Костко сравнивает какой-то набор продуктов в прошлый год и нынешний набор продуктов точно такой же в этом году, вот прямо сейчас. Получается у него, даже он дешевле гораздо купил этот набор продуктов в сумме, чем в прошлом году. Что-то на 10 центов подорожало, что-то на доллар подешевело и так далее и тому подобное. Зачем делать такие заголовки? Мне это почему-то не понравилось, понимаете? Этот человек живёт в Калифорнии. Конечно, там бензин самый дорогой в Америке. У меня дочь говорит об этом. Но, извините меня, и уровень жизни в Калифорнии гораздо выше, чем в других штатах. В Нью-Йорке у нас бензин 3,19 в среднем стоит регуляр. Например, один галлон бензина. Это вполне доступно. Заряжаешь машину на 30-40 долларов, тебе хватает этого бензина, если ты по городу ездишь довольно надолго. Поэтому, не знаю. Он иногда такое. Что-то мне это, конечно, не особо по душе. Поэтому инфляции здесь никакой такой большой я не вижу. Как оно было, цены как были до пандемии, так они и остались, в общем-то. Не знаю. Услуги, что касается услуг. Потому что малый бизнес здесь, в Нью-Йорке, держится в основном на услугах. Почему в Америке очень много малых бизнесов? Потому что очень развита сфера услуг. Конечно же, там какие-то услуги подорожали. Например, там тот же маникюр, педикюр, та же стрижка, та же. Но это все доступно. Все равно это все доступно. А есть такие демократичные салоны, куда ходят в основном вот мужчины, куда муж у меня ходит стрижку делать, например. У нас здесь конкуренция-то огромная. Или куда... Ну, маму сейчас я сама даже стригу. У меня хорошо получается, она довольна. Вот. Те же самые цены, что были и год, и два, и три назад. Может быть, какие-то супер-пупер салоны в дорогом Манхэттенском районе, там, где рент, может быть, повышается или понижается. Туда-сюда гуляют. Но в основном все, как осталось, на том же уровне. Поэтому какую-то инфляцию он там обозначил. Это как-то, ну, не соответствует действительности. Понимаете? Вот. Сейчас можно пойти в магазин, купить вообще на сейлит курицу за 3-4 доллара. Говядина, конечно, дороже, подороже. Но опять магазин магазину рознь. Мы, как местные жители, любые местные жители в своем районе знают. В одном магазине можно купить мясо, лучше купить по ценам. В другом магазине молочные продукты. В третьем магазине то-то-то. Даже Грейс, мы тут с ней разговаривали, она говорит, я в своем районе знаю, в каком магазине что выгоднее купить. Конечно, может быть, туристы приедут, они, конечно, не ориентируются, естественно. Они пойдут там в самый дорогой сувенирный магазин, хотя, может быть, за углом там гораздо дешевле, понимаете. Все равно все made in China. Что в этом дорогом сувенирном, что недорогом в каком-то магазине, те же сувениры. Вот. Поэтому я с ним не согласна. Я ему, конечно, рекламу делаю тем самым, но мне не жалко. Я, как говорится, не жадная в этом плане. Потому что каждый зритель должен смотреть больше разных блогеров, разных мнений каких-то, собирать, а потом делать свои выводы. Односторонне смотреть никакой материал нельзя, ни из какой страны, ни на какую тему. Потому что у каждого человека свое мнение, свои ощущения, свои приемчики, о чем я говорю. Вот. Поэтому смотрите больше, 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 впитывайте и делайте выводы. Еще вас раз благодарю за ваши добрые слова. Я ставлю сердечки, которые я уже прочла, и я ознакомилась с вашими строчками. Я ставлю сердечки. Вы должны это видеть. На этом я пока заканчиваю. Увидимся скоро. Пока-пока. Пока. Продолжение следует... 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 279, 289, 259, в общем, хлеб. 229, 239, очень разный хлеб. 259, 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 25 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...